друзья мои всем привет вы на канале fox tail с вами катерина это фарминг симулятор 22 душ приняли улыбнулись подтянулись не подскользнулись и пошли вершить великие дела у нас наступил март месяц а значит сегодня у нас продажный день продавать мы будем в первую очередь масло которое у нас поспело мед который у нас засахарился и что еще и перчик который покраснел я хотела продать что почему я же так идеально цветом волос подходила к нынешней местности в общем хотела продавать сок виноградный он тоже готов но но его там так мало и как бы времени тратить на него на поездку не хочется мы подкопим побольше и уже в следующем году его продадим всем скопом я сейчас немножко овечкам место расширю чтобы они свою шерсть метод расшаривали и сделаем сейчас еще одну покупку прям самого начала я буду загружать перец в прицеп но прицеп у меня вот с бортами а я хочу чтобы он не был ровный по надо модифицировать я подумала что может мы поставим свою автомастерскую если она недорогая смотри сколько ткани уже вот смотри сколько перца вот перчик мы поедем продавать на поезде тут перец смотри сколько перца иди сюда подвинься может еще появится и я фиг знаю сейчас освободим вдруг еще из-под земли следующий подвезут так а это у нас поспели эти помидорчики этого это помидорки это только помидорков у меня слушать а это что а это это как этот салат капустный салат это мы все должны закинуть на производство я хочу отвести его сама я сейчас наверное надо было потом поставить распределение блин ты посмотри сколько перца будет точно но и первую хочется отвести самой и все загрузить туда поэтому я прям думаю может нам взять в аренду какую-нибудь большой грузовик вот я думала на наши перевозят а сейчас думаю а какого фига может возьмем такой классный большой грузовик раскошелимся все равно же заработаем чтобы на него было все удобно грузить вот на наши мы будем тут и тут и тошноте да а слушать а давайте правда подумаем что мы могут есть грузовики они у нас безжопники да вот это вот только вот такой вот настроить вот в него можно в кузов кидать но он блин он для песка нет я не хочу его я хочу с прицепом значит первую очередь смотрим прицеп какие у нас тут есть прицеп так большие и недорогие чтобы хотя бы аренда вот а как его а как в него загружать я не вижу двери мне кажется это на засыпку ну допустим сколько он будет 100 3000 в аренде а нам же еще сам грузовик брать нет это дорого что еще есть вот это что ага 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 так эта платформа не то не то не то не не то и не то и не то посмотрим были как-то на странно смотрится да это типа я вот сюда должна буду закидывать ну блин он маловат мне кажется конфигурация стандартного нет это с крышкой нет мне бы и побольше назад а вот это вот для погрузки тюков смотри порта маленький мы сможем сюда закидать соответственно наш перец его много мне кажется можно будет сюда закидывать нет это закрыто не надо ну-ка назад это я вот этот выбрал а вот за 15000 а в чем разница и этот еще больше все слушайте если я его арендую 700 окей так а с чем он у нас сочетается вот с этой машинка а ты сколько стоишь 3500 4000 давай мы все погрузим и нам удобно будет наверное все это возить хотя с другой да давай давай вот прям нет не думай не думай о том что не думай как говорится о деньгах свысока это будет очень удобно для погрузки и вывоза если нам понравится то в дальнейшем так как наше производство разрастается охренеть крутяш мы сможем вот это все купить там это вот этот прицепчик сколько-то 15000 до стоил а эта машина 7 70 тысяч или 130 тысяч ну плюс-минус сотку мы можем это позволить себе вполне вот с продажи одежды в следующем месте даже можно позволить вот эту желтенькую красоту ох ты какая радость ну погнали я не знаю ну какой пирожочек прикольный какой желточек хорошенький мы сейчас попробуем все это погрузить и поедем продавать вместимость хорошая сейчас главное как все это будет закидываться мне нравится советской стариной попахивает в первую очередь что будем продавать можно съездить в супермаркет продать медок и маслецом а потом уже на поезде чук-чукаться с перцем перца много я думаю перцем мы прям на продаже озолотимся стоп какие тормоза жесткие когда он сдает назад он а что это от 12 18 а что за марка газ радует глаз пусть будет такая а теперь да подожди что тише тише не шатай я сейчас знаешь как я вот так вот сейчас по закиду все так а потом запрыгну и поправлю давай ну я прям в восторге от вот этой машинки чё я раньше покупала эти прицепы когда вот такую можно нет подожди мою золотая можно было взять смотри сейчас прям все аккуратно ухан духа и наша желтушечная маслица тише давай 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 я же говорю я чемпион в тетрисе не ну и туда это не хорошо это это не то ё-моё сколько еще места осталось а еще фишка в чем смотри третьим ярусом ай пошло блин я хочу эту тачку мне никакого гелендвагена не надо подарить и мне вот такой камаз и будет шикарно я буду радоваться осталась я нищая 7000 кати 7000 вот на эту машину буду копить а чё нам по факту надо для винограда только поливалку купить она 26000 стоит и и и все что ладно вроде ничего не появляется по и поехали так о да что тут какие там запоздалые пчелы мне принесли мед сейчас пока сейчас пока я жду сейчас секундочку секундочку прям вот гляну сколько вот это вот грузовичка стоило выбрать желтенький вот он 70000 и того всего сотка плен я куплю я куплю эту красоту как мне это нравится ты можешь скажешь побольше можно какой-то грузовик но не знаю мне кажется этот прям вот он подходит в нем и тюки можно перевозить тихо опа и ящики можно знаешь что даже поставить маленький манипулятор не перелетаешь сейчас какой-нибудь водитель нет нет тише тише не шатай пьяные пчелы делал пьяный мир вообще мертв 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 классный чистый опа хороший все давай еще последний нет да да нет почему-то некоторые быстро появляются некоторые долго ждать еще раз и и и и и быстрее 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 к лыжками швайми бяк 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 нет никого все я поняла поехали не издевает жужуки надо мной издевается ну правда почему нельзя быстрее все это поставить давай давай на меня красивую полюбуемся видишь какая белая белые перчатки хотя тапки то меня белые не белые не знаю на персонажку мы похороним мы ее в этом году похороним скажем спасибо маша маша стараша ты сделала все что могла и создадим новую я думаю вообще может за парня поиграем но тип у нее родился ребеночек мне надоело вот этой внешкой играть хочется чего-то новенького освежиться она такая уже ну такая пожухлая хотя самая красивая здесь здесь анимации персонажи не особо парились ну правильно здесь вот главное что главное чтобы все помещалось ну все ну хватит пожалуйста я лишь как неаккуратно складывала еще медок это кто мне так подпинул невидимая сила знаешь иногда вот бывает ты идешь идешь и раз тебя как будто кто-то о последний пинул ты спотыкаешься падаешь ты не понимаешь что произошло вот какая-то невидимка шандыхает тебя о все 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 поехали есть тук 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 главное все безопасность главное безопасность пищит когда назад дает мне нравится поехали вообще тут вот так вот те чё покорежил выплывай выплыву чё за дичь зыбучий асфальт просто меня просто все поле в сорняках ты посмотри мне сейчас надо гербицидится зыбучий асфальт поглотила машину поехали а она чё не рассчитана на такой это вес почему нет-то 8000 масла 5000 меда всего ничего пчелки на своих крылышках переносит не жалуются а ты разнылся она какая-то облегченная слушайте подожди open-seed walls что за open-seed walls о не закройся я если честно подумал вот лишь колесико под низом думал что тут каком-то еще лишнее вылезет ну чтоб устойчиво было я тебя так нахваливала влюбилась в тебя ты хромоногий мне кажется прошлый этот водитель ездил на пляж купаться немножко утонул тапочки одни остались на клеенке сижу комфорт уровень блин бог поехали нам тут проезд не правда она вот сейчас вроде нормально стой 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 падла неустойчивая вообще неустойчивая эта машина мне же сказали сочетание а типа типа какой там 8 13 на 13 тонн у меня загрузка правильно правильно мне кажется этот прицеп вполне должен выдерживать а его мотыляет шмотыляет он такой классный блин блин я не знаю может механику сдать сказать васильич подкрути колесики бляха муха да ты да почему ты плыви плыви мой дорогой мы почти доплыли в магазин давай продадим весла подключай сейчас сейчас плевать падай не падай да я выйду на 40 тысяч ты продавайся на 42 тысяч у нас продалось норм норм это мы продали маслица и значит продали медок поехали перец продавать я не знаю как на этой херни перец довести 4000 ты мне стоила ну зато смотри за счет цепляешься если бы я на моем прицепе ехала который к трактору до цепляется мы бы несколько ходок сделали а здесь я прям сэкономила отсидела так сказать один срок по всем статьям но вот здесь машиночка вот так вот она нормально ездит если встал бы не врезается то есть это огонь что ли с нее поддувает смотри огонь дурак ты подожди я тебя подпалю безумный макс на дорогах покажи как ты же огнилась вон вон вылетал же огонь это типа выхлопуха с этой стороны странно мужики извините я не управляю ведь неуправляемая машина она очень устойчивая не разочаровала знаешь почему ты понимаешь потому что не всего лишь вот нету колесов посередине из-за этого она такая кособлочная вот этот знаешь какой надо прицеп брать тот который поменьше тогда сейчас там знаки летят тогда она будет больше более устойчивая вот эта жопа у нее как рычаг и она мотыляется и это плохая загрузка но большая епа мать какая большая я уже тебя практически в ипотеку взяла уже в любви тебе признавалась и желтая машина ты меня разочаровала или просыпи ну давай грузить здесь не покупает такой товар а то я не знаю мы везем дилерам которые покупают и как мы берем особый товар перчика я знаешь что думаю мне что нужно будет въезжать она полотно вот это вот поездатая на своих колесиках я въеду или не въеду ну чё ты пугаешь меня я уже даже не знаю с такой неустойчивой машиной как моя психика неустойчивая такая же машина неустойчивая понимаешь эти розовые полосочки не к добру это вот не к добру я ее не буду купить но в целом я поняла прелесть большого грузовика может куплю я такая непостоянная это знаешь вот когда приходишь в магазин и ты вот набрал одежды в примерочной меряешь и вроде тебе нравится а вроде как ты не очень ты стоишь брать не брать брать не брать и посоветоваться несколько вот посоветуй мне покупать все таки вот эту машину при ее неустойчивости или ну ее нахрен она мне не подходит вообще я желтый цвет не очень люблю он не идет он из меня мертвяка делает вот ну перекрасьте недолго если бы она вела себя еще по-человечески вот тут все расставим хорошо так так норм тише 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 встаньте четвертым будешь ну куда зачем ты столкнул крису как это ящик от того ящика столкнул а почему почему ты такой злой потому что этот ящик украл мои самые лучшие перчики они переехали в тот ящик перечные войны тут происходит ничего не поделаешь я люблю вот такие маленькие ящики не такие маленькие ящики но такие из деревяшек сколоченные вот на рынках фрукты в них иногда продают они очень классные если их отшкурить хорошенечко покрасить у них можно дома хранить все что угодно начиная от собачьих игрушечек кончая картофаном на кухонке очень удобно у меня сегодня погрузочный день можете ускорить просто ну ладно с другой стороны вот я работаю страдаю чушь ты не должен страдать мы все на ферме страдаем игру мой персонаж уже посидел и составилась об апреле месяце мы поедем ткань продавать я наверно этот грузовик то и сдавать не буду какого хрена его сдавать на нем ткань и погрузим поедем и панчимся еще на этом грузовике сейчас перевезем помидорки и салат в другой рабочий ряд на производство там где у нас сок виноградный слушайте мне кажется надо это а ну кто тут вы место под солнцем себе ищет стой мне сейчас надо поправить до ухлев так вот контент антре код нет 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 ничего не это ай тихо овощи помоют помоют люди всегда покупают моют поэтому то от того что да ё-моё но ты-то куда стой так хотя бы есть давай немножечко ускоримся и уже на погрузке встретимся когда все будет погружено я тут буду материться чтобы ты не слышал чтобы ты думал что я приличная и не ругаюсь так все все ящики загружены погнали ох сколько перца вот этот вот захватился или нет ну-ка никто не падает в сосали в друг друга последний раз вместе едете к светлому будущему трактор не перегородил дорогу пошла шароёбка восемнадцать девятьсот у меня тонн не ну машина тянет смотри пока в асфальт не просаживается я не знаю почему с перцем и с ой с медом и с маслом у меня прям улетала под землю видимо масло натекло немножко с кузова и колесики вот поэтому так вот шаром дались а здесь едет здесь даже смотри ровно вообще без претензий она как услышала что я не захотела ее покупать так все все сразу говорит посмотри 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 катя как колесики и кручу я слушайте нам надо как-то туда перебраться сейчас переберемся не завидуйте собственными ручками перчик выращивал едут смотрят свои окошечки тихо 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 сейчас не туда надо что я могу поделать мне можно было на другую загрузочную станцию но я не хочу-то дальше находится конечно давай 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 сейчас сейчас еще больше угол возьмем а что могу поделать если тут нету загрузки но нету подъезда но он перегорожен а только так а я по шпалам трин-ты-рын-ты ну вот я приехала ну да остатки забирайте забирайте эти чё не по канону стоят поэтому они не загружаются что за хрень не просто вот так вот а как я вообще выезжать то буду а ну вон там я выйду сейчас не берут как я не вижу как чё там перец не перец 5 покажи да вот перец это в увидал все как только увидал стал сразу загружать так ну типа чё нет то смотри перец они сюда давай вот сюда загружать да почему нет то смотри чем не нравится типа полный бункер о или мне показалось или правда исчезла так вот здесь загружается все понятно немножко это надо немножко порукоблудить вот рукоблудить жирнее порой полезно есть во все норм закатили теперь пока мы ждем поезд я быстро его вызову и увезем потом грузовик я даже боюсь представить насколько мы сейчас перца продадим арендуем все подожди пошли быстро пока у нас тут железнодорожная авария не случилось погнали погнали ягра погнали это была стресс-сюжетненько не находитесь как бы и хрен с тобой стоит здесь он должен помните прошлый раз он ехал хрен знает откуда а здесь раз и появился котелаварю строить стопудово где вход-то так начать заполнение ищем наш перчик наш перчик хороший который нас чуть на тот свет не отправил начать идет идет что-то он тут двадцать одну тонну показывает 4 как вот загрузила я не знаю контрабанду какую-то мне подкинула среди моего перчика незаконные эти оружейные хреновины закинула правда почему 21000 когда я загружал 18 1890 откуда еще парочка с тысяч взялась тонн потому что меня беременные перцы были они просто все это увидели испугались и народили других перчинят но все удвоилась я как бы не против есть вместо 21000 прилетит джинжонька я буду больше рада ничего не знаем все что едет о моё сейчас посмотрим 49 стоп запоминаем хоть бы до соточки догнаться на 50 тысяч размахнул эту губу себе до железнодорожная ой как ты едешь сама все рулишь а я могу здесь да я могу все ржаво почему не на я как бы понимаю что поезд это ржавчина ну блин ну можно же покрасить красоту навести почему они а я думал там всегда главный поезда ты сидит который тут удела так тут у слабая тут у меня правосторонний рук непривычно короче я за то чтобы покрасить этот вагон до ухты на 46000 продали 46 600 почти 100 я чуть не угадал прям копилка не угадал а знаешь почему я не угадал мы с тобой могли бы продать феврале месяца масло и тогда бы у нас 100 тысяч было ну ладно а слушайте а когда мы сажаем подсолнце не то календарь посева во в марте как раз подсолнце можно сажать так а давай тогда поставим нашу тарантаску на посадку вот тебя и и будем дальше дальше грузиться и производиться слушать через что нас подсолнце сажают сил к или сажалкой по моему сажалкой да стойте а мне и опять в аренду брать и опять в аренду брать слушать а мне вот стоит сеялка я ею не пользуюсь может мы ее продадим вот мой гараж стой вот сеялка выбрать стоит она 17000 здесь пшеницу я сейчас засела в основном на подсолнце поэтому так как бы еще ее продавать но есть она у меня есть да как бы вот ну зачем нет пока не буду продавать где сажалка 15000 сажалка стоит можно купить ее пусть она у меня будет это в аренде дорогая мне она долго ты 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 тошно это я бы хотел конечно сажалку побольше чтобы она быстрее посадила может просто в аренду возьмем хорошую это что такое а вместимость на 3 2 полторы поскольку ты в аренде стоишь не менее 15 раз если я посажу подсолнце ладно крест не пока арендуем пока арендуем подумаем а семена у меня там есть да есть там семена надо сажалку конечно покупать но пока не и пока ладно пока мы будем покупать сейчас мы купим курс быть я чуть олени не переехал бедолага с под копыт вы выпрыгнул мы должны купить вина для винограда цистерну вот ее мы точно купим как и хотели что у меня тут с виноградником я бы не закультивировала по-моему да да надо сейчас закультивировать его не подожди он растет херово ты так растешь нет я его культивировал смотри следы остались когда-то его культивирую ты не пищи топищи ты чё самый дерзкий лишь как у меня трактор грязный ты думаешь почему потому что таких как ты в асфальт закатывать поехали вот я не пойму виноградника нету анимации травы кирпицидить ее надо или не надо давай замульчируем но надо замульчировать ее это я точно помню и открыт опрыскать удобрением мужик извини ты тут вообще не к месту проклял меня что ли демон по наеду тут всякие блин грязный трактор позорница ни один трактор таким грязным у меня не был как этот надо его помыть стой не туда ты взад или вперед я уже это путаюсь по-моему она взад всегда была мне да так ты мне взад а ты мне вот сюда наполнил хватит не хватит я не я не знаю но я поставлю наемника и он если что докупит семена что же вы едете ты тот же что ли а так и просишься под мои колеса в общем я пока не пойму с виноградником сорняк не видно чтобы роз просто ровная травка и винограда не видно пока растет а как быстро он вырастет ну типа март он только начал расти окей окей давай подождем до апреля единственное я сейчас сразу удобрения сделаю эти самых начала поставлю поедем покупать удобряторскую машинку на 26000 стоит она нам в любом случае нужно а вот насчет желтенького грузовика не знаю надо подумать надо подумать ты мне напиши брать его или не брать вроде как перед звезд так нормально в целом устойчиво он можно на него накопить в следующем месяце прикупить но с другой стороны но с другой стороны чё даже даже когда его колесики глотали пыль асфальта подземную он нормально рулил мы же смогли все отвезти смогли какие к нему наговоры наверно я возьму а а если какой фокус а почему нельзя в марте у них так вернись чуть я не поняла а у меня там кукуруза стояла да 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 я же эту да вот подсолнух не кукурузы и не нужно хотя как бы можно разочко кукурузу посадить чё не так как закончила работу ты еще даже не начал вот подсолнух вот марк все сажать давай опусти селку давай я сама поеду фиг ли нет вот вот все надо показать бабу что ли за рулем нет петрович все нормально сеет пашек теперь давай возьмем значит значит на 4 наградная хрень диана свиноград надо вот так вот сделаем а чё у нас папа по дешевке можно купить конвейер 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 это типа ты вот сюда кладешь и он типа туда правильно а с чем ты сочетаешься более а какая интересная фигня я бы хотела посмотреть как это выглядит ну-ка подожди да не ты вот смотри вот сюда ты накладываешь ящик правильно а он туда папа папа и выкладывать в прицеп но как они по прямой просто рядочками получается встанут да блин а сколько это вот эта херня в аренде стоит нет я не купить я хочу где вообще поддержка поддержанного транспорта где она находится я даже не знаю то есть в какой категории я бы ее в аренду бы сейчас взяла чтобы просто посмотреть как это выглядит мне очень интересно это что такое косить траву со скидкой хороший так собранный урожай нам не нужен подожди подожди мы сейчас будем еще грузить другие эти ящики и это бы фигня нам бы пригодилась но где она может быть может в разном так назад да хрен с ним она 9000 стоит давай просто купим давай просто купим и там уже посмотрим как это работает 9 и даже если я в аренду возьму она все равно будет наверно даже если я продам за 5 хер с ним 4000 пусть она у нас на обучение я просто не знаю в какой категории она находится в разном нету мини погрузчики но вряд ли колеса сенокосилки животные техника тюковщик нет картофель я не знаю но мне она так понравилась короче я покупаю подробности она в любом случае сейчас со скидкой если я куплю я даже продам ее за такую стоимость до купить берем сейчас сейчас следующее делаем мы должны это про инспектировать я сейчас выйду поехали сейчас мы выйдем попробуем вот в этот грузовик загрузить получится или нет и как это будет выглядеть вообще я первый раз с такой техникой тут стал слушать а как мне выйдет а ну норм если а единственное знаешь чего ну с другой стороны я думаю вот она же но первый ряд только закроет а на второй то она никак не сможет накладь но если первый ряд она закроет ровненько то есть ящик к ящику это будет очень круто вторую же можно накидывать от балды тихо 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 повороты входим хорошо перила сделали для таких как я мы заигрались мы заигрались и уже времени много конечно просите чтобы чуть-чуть побольше я снимала но сильно длинный вы тоже не смотрите а сейчас мы заигрались и но мне так хочется посмотреть как это выглядит этот конвейер а знаешь чё а давай а давай я оставлю это на следующую серию чтобы вот и тебе было интересно посмотреть как этот вот это вот отклюнься пошли посмотрим прицепим его хотя посмотрим со стороны и в следующей серии мы будем пробовать на этот конвейер грузить ящики с помидорами и салатом и привозить вот на это производство салата салат на салат очень интересно на впервые у нас это будет вот такая необычная погрузочная станция сейчас просто глянем одним глазком как это выглядит мне кати деньги появились кати сразу начала спускать и машинку и надо и вот эту и надо еще для кстати для это для винограда я не купил сейчас кстати сразу и купим это меня и так и так можно будет прикрутить как это работает мне интересно посмотреть даже если она не работает так как я думаю и для меня это беспонтово плевать эксперимент надо поставить а как его поставить надо его произвести опа есть а сейчас ухты сейчас мы попробуем наперёд а наперёд у меня цепь не на меня не нажал я выйти хотела быстро покупаем для винограда а ты воду подражала подражал будет дешевле ну ладно тебя на тебя аж наперёд наверно не цепанешь а подожди вот это вот этот почему ты цепляйся так теперь перейди сюда вот мне панталычки нет наперёд нет не нацепиться я думала может наперёд ее нацепить и привести ладно тогда я сейчас отправлю трактор он мне привезет мою поливалку следующую серию начнем с того что будем пробовать работать на конвейере конвейерные производства как его поставить вопрос будем разбираться поэтому не пропусти следующую серию поставь пожалуйста лайк пиши комментарии обязательно подписывайся на канал мы сегодня очень круто с тобой поработали продали все что наработали купили все что нам нужно было и уже в следующей серии будем продавать одежду и думать покупать нам тот желтенький грузовик или нет напиши пожалуйста свое мнение мне будет очень важно спасибо тебе большое пока 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 пока